Здравствуйте, мои хорошие! С вами Джазджек, и сегодня я расскажу вам истории Юи Кимура и Джеффа Йоханссона, персонажей из игры Dead by Daylight. Я вам обещал, и я свое обещание сдержу. Ну а вы присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, откидывайтесь назад, и приятного вам просмотра! Несмотря на традиционное воспитание, Юи Кимура пристрастилась гонять на мопеде по своему родному городку Хида. Она успела прослыть девушкой, способной совершить невозможное с минимумом доступных ресурсов. Отец очень старался отводить дочурку от мужских занятий, но бабушка втайне носила внучки дедушкины инженерные руководства и записи о мотоциклетных и автомобильных двигателях. Юи читала их и быстро научилась не только обслуживать свой мопед, но и перебирать двигатель для мотокроссовых гонок со старшими мальчишками. Обернув руку дедовой головной повязкой Хатимаки, на счастье, она соревновалась с местной ребятней. Мальчишки не могли обогнать ее поодиночке и пытались сообща мешать ей приехать первой, но тщетно. Юи ловко маневрировала, обходила их на поворотах и стала звездой в кругу друзей. Когда пришло время подавать документы в старшую школу, Юи собралась с духом и призналась отцу в своем желании стать гонщицей. После ожидаемой ссоры Юи отказалась подавать заявку на продолжение обучения, тем самым сильно уязвив отца. В итоге ее выгнали из дома. Получив благословление и сбережение бабушки, Юи с тяжелым сердцем уехала в Нагую. Нагая неприятно удивила Юи. Девушка могла устроиться разве что секретаршей или какой-нибудь официанткой. Вновь поступив по-своему, она потратила последние бабушкины сбережения на гоночный мотоцикл и стала участвовать в нелегальных уличных гонках. Так у Юи появились невиданные по ее меркам деньги. Слухи о смелой гонщице разнеслись по городу со скоростью лесного пожара. Вскоре она обзавелась спонтанно сформировавшейся свитой из женщин-мотоциклисток, которые носили одежду ее любимого розового цвета. Но вместе с ходящими по пятам мотоциклистами появился и неведомый преследователь. Когда в итоге пропала счастливая повязка Юи, девушка обратилась в полицию. Там над ней только посмеялись и выставили за дверь. Напоследок сказав, что преследователь наверняка окажется милым мальчиком и она еще выйдет за него замуж. Однажды вечером Юи вернулась домой и застала преследователя прямо в собственной квартире. Он копался в ее вещах и не видел девушку. А она стояла и не знала, что делать. Увидев, что мужчина полез ворошить ее одежду, Юи не выдержала и закричала, чтобы он убирался прочь. Преследователь обернулся, вытащил нож и бросился на нее. Юи смогла уклониться от атаки. Мужчина влетел в стену и выронил оружие. Не теряя времени, Юи схватила его и они покатились по полу, отчаянно осыпая друг друга ударами. В ту минуту Юи получила больше синяков, чем за все время своих гонок на мопеде. Из-за мощного прилива адреналина она смогла побороть преследователя, схватила валяющийся на полу нож и прижала бритвенно острое лезвие к его шее. Подоспевшие полицейские увели преследователя и отправили избитую Юи в больницу. Рентгеновское сканирование выявило несколько переломов руки и ноги. Вскоре в палату одна за другой подтянулись ее поклонницы и помогли Юи оплатить счета за лечение. Девушка долго восстанавливалась после травм. Но упрямое нежелание сдаваться и поддержка единомышленниц снова привели ее на гонки. Перед первым после нападения заездом Юи получила от своих поклонниц новую розовую повязку, сплошь покрытую подписями и пожеланиями удачи. Тогда Юи пообещала себе, что будет пользоваться заработанными деньгами и репутацией для оказания помощи другим женщинам. Соратницы поддержали ее и вскоре создали организацию, известную как Банда Сакураси. Все они носили розовые повязки Хатимаки, как символ единства и поддержки женщин, ставших жертвами преследователей и дурного обращения. Джефф Йоханссон родился и вырос в Орманди, небольшом канадском городке в провинции Альберта. Он был единственным ребенком в семье, рос тихим и не любил большие скопления людей. В старшей школе его нервозность принимали за скромность. Чтобы скрыть эту черту, Джефф притворялся грубым и мужественным, отпугивая хулиганов и учителей. Однажды Джефф оценил брутальность хэви-метала и начал коллекционировать пластинки. Экспрессивное оформление обложек вдохновило его заняться творчеством, что помогало Джеффу не срываться из-за постоянных ссор родителей. Чтобы избежать все более частых скандалов, Джефф начал работать в магазине видеокассет. Посетителей было немного, поэтому он мог спокойно посвящать себя рисованию. Один посетитель, постоянно заходивший в магазин поздно вечером, заметил его творчество и попросил Джеффа сделать рисунок для его банды в заброшенном доме на горе Орманд. Джефф согласился и написал на стене слово «Легион» кровавыми буквами с потеками. За свой тяжелый труд он получил 50 долларов и ящик пива. Первый оплаченный заказ – большое достижение, которым можно гордиться. После развода родителей Джеффу пришлось переехать вместе с матерью в Винклер, в провинции Манитоба. Родной город и отец остались в далеком прошлом. В Винклере Джефф замкнулся еще сильнее, но все так же увлекался творчеством и музыкой. Вскоре после окончания старшей школы он начал работать в местном баре с живой музыкой. Потихоньку жизнь Джеффа стала налаживаться. Он стал подрабатывать рабочим сцены во время гастролей групп и в итоге покинул Винклер. Несколько лет спустя Джеффа ранили во время драки на концерте. Врачи говорили, что он может частично потерять зрение. И доктор попросил Джеффа остаться в городе для наблюдения. В эти сложные времена Джефф пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он снова пошел в школу, на этот раз в художественную. Зрение потихоньку восстанавливалось, но врачи наказали Джеффу не перенапрягать глаза. Он записался на несколько курсов и экспериментировал с разными материалами. В конце концов, начинающий художник остановился на масляной живописи и цифровом рисовании, на котором можно было зарабатывать. Джефф даже устроился в офис и понял, что его призвание создавать этикетки для маленьких пивоварин. Его жизнь была тихой и обычной. Он работал на пивоваров, взял домой собаку из приюта, создавал эскизы татуировок и порой рисовал обложки альбомов для групп, которые ему нравились. Все шло своим чередом, пока однажды утром ему не позвонили из Ормонда. Его отец умер, и теперь Джеффу предстояло разобраться с его вещами. Джефф вернулся в Ормонт на машине. Добравшись до дома своего покойного отца, он ощутил приступ ностальгии. Внутри Джефф обнаружил старый чехол гитары, прислоненный к стене. Там оказался черный винтажный инструмент и записка со словами «Моему мальчику». Джефф неожиданно для себя задержался в городе, предаваясь воспоминаниям о детстве. Проезжая мимо старшей школы, в которой он когда-то учился, Джефф вспомнил о настенном рисунке, сделанном в доме на горе Ормонт. Купив ящик пива, он направился туда. Шли недели, а от Джеффа не было никаких вестей. Коллеги решили, что горе сломило его. Соседу Джеффа надоело присматривать за его собакой, которая с каждым днем волновалась все больше и больше. В конце концов, пес одичал и сбежал, пытаясь отыскать Джеффа по знакомому хмельному запаху. На этом все. Надеюсь, вам, ребята, понравился данный ролик. И вы поставите свой пальчик вверх, напишите комментарий, сделайте подписочку и поставите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и оповещения о прямых трансляциях. Еще с вами увидимся. И всем пока.